В последнем видео мы говорили о том, как настройки краев мазка и техниках работы с кистью, причем мы использовали вот этот рисунок черепа. Но как некоторые из вас обнаружили, если на готовом изображении отключить слой с контурами, то рисунок уже не смотрится таким классным. И вопрос в том, как перейти от контура объекта с нанесенной краской к законченному полотну без каких-либо линий. И ответ, который я вам дам в этом видео, это сокращенная версия полного. Если вам потребуется более полное объяснение этой темы и других вопросов, связанных с рендерингом, то обратите внимание на курс Basic Photoshop Render, который можно найти на странице магазина. Когда художник работает с традиционными средствами, то ему нужно быть чрезвычайно аккуратным, так как карандаш рисует прямо по бумаге. Поэтому если накладывать краску, то она покрывает и карандашную линию, и остается лишь краска. Но когда речь заходит о цифровой графике, правила немного меняются, и линии контура и краска это по сути одно и то же. Причем контур объекта зачастую располагается на отдельном слое, поэтому правила работы немного меняются. И техника, которую я покажу вам, использует возможности панели инструментов Photoshop. То есть эта техника не особо связана с традиционной техникой работы, которую используют, скажем, при работе с масляными красками. Вы знаете, моя цель найти и заменить каждую линию контура краской. И вот тут, вверху черепа вместо черной линии, мне нужно задать цвет фона. И после я задам тон, соответствующий краю черепа. Вот, кстати, получается линейная граница между тонами. Это вообще-то просто наложение одного участка тона на другой. Но мне нужно, чтобы череп выглядел ровно. И поэтому я воспользуюсь техникой работы со слоем маской. В традиционной живописи художник может работать лишь в одном направлении – добавлять краску. А у меня есть возможность использовать маску, чтобы скрывать линии. Или же маска может помочь мне создать их обратно. Поэтому, управляя маской, при помощи кисти, для более полной информации, откройте ссылку в конце поста, я могу скрыть или проявить эти линии. То есть, если мне нужно обработать какой-либо участок, я могу частично скрыть линию. А на новом слое я могу рисовать под слоем с линией, делая края четче. И затем скрывать линию все больше и больше по мере работы. Это позволяет использовать мне линию для ориентировки, а затем постепенно удалять ее. В итоге, линия мне вовсе будет не нужна, и когда она будет скрыта, у меня останутся лишь участки тона. Эту технику позволяет переключиться с линейного рисунка на живопись. Это лишь половина успеха. Я показал вам, как я работаю, используя некоторые инструменты фотошопа для того, чтобы сделать процесс удаления тени легче. Но другая половина уравнения, ответ на вопрос, зачем нужно, чтобы в одном месте переход был резче, а в другом мягче, будет освещена в следующем видео. Мы с вами поговорим о качестве краев и о переходах. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.